здравствуйте мои любимые зрители вы слышите алексея халецкого и впереди вас ждет обзор на игру battle тех ну или адепты считают что правильно battle тех говорить игра вышла 24 апреля я делал стримы в дни выхода и на обзор я сподобился только сейчас так что игровой процесс вы можете увидеть в этих стримах ссылка появляется в верхнем правом углу либо есть в описании к ролику теперь же мои впечатления об игре и общей информации чего вам ждать сразу скажу игра мне понравилась я действительно и рекомендую особенно тем кто любит икс ком потому что в моем представлении общая атмосфера игры в некотором смысле похоже на икс комовскую то есть у вас есть какая-то база у вас есть план и вы его придерживаете база вы берете задания в разных точках туда отправляется ваш тактический склад тактическая команда там вы выполняете тактическую миссию и возвращаетесь обратно с плюшками с ранеными с поломками чинитесь и так далее и так далее причем как мне кажется в battle техе вся вот эта механика намного более глубока и разносторонней и тот факт что вообще ваша база находится в космосе в нескольких звездных системах вы перелетаете из одной звездной системы в другую разбираетесь со всякими дворцовыми переворотами и прочее прочее в общем по моему battle тех даже более атмосферен чем икс ком его проблемы в другом а чем немножко позже то не знаком вообще с вселенной battle теха это огромные человекоподобные роботы мы не будем сейчас говорить о том что человекоподобными делать роботов совершенно не правильно это неудачная идея с точки зрения инженерного решения это неустойчивая конструкция есть более лучшие варианты использования огромного количества металла но это зато это красиво и прикольно и вышло уже много фильмов про трансформеров про тихоокеанский рубеж это все те же по моему человекоподобные роботы людям нравится на них смотреть людям нравится в них играть и игры во вселенной battle тех мех вориор я играл им прямо скажу еще в начале 90 я вот сейчас глянул игра вышла аж восемьдесят девятом году но восемьдесят девятом я точно не играл где-то в девяносто втором вообще куча игр по мех вориору выходила и я сразу признаюсь что я не знаток и тут сделаю небольшое отступление честно говоря я давно не встречался с таким напрочь отмороженным сообществом какое я увидел в русскоязыч среди русскоязычных поклонников battle теха меня в комментариях к стримам за то что я не разбираюсь в этой вселенной просто размазывали маслом по плинтусу для сравнения вот недавно я показывал вархаммер gladius relics of war вархаммер я тоже не разбираюсь мне эта вселенная не нравится но почему-то поклонники вархаммера к этому отнеслись с юмором и наоборот подсказывали мне всякие события с вселенной и сделали понимание игры более полным и глубокий поклонники battle тех это какая-то секта реально опасные люди но это видимо из-за того что она действительно очень старая и люди возмущены тем что можно что ну это реально как религия знаете когда ты начинаешь указывать на нестыковки в библии например или в коране так тебя могут еще и убить за это слава богу в battle техе не так но я вас просто предупреждаю на всякий случай если будете battle тех по сети играть что вас может ожидать как говорят в этих ваших интернетиках такого токсичного сообщества пожалуй даже в доте нету так вот battle тех про то что вы управляете несколькими огромными человекоподобными роботами на карте пытаясь победить соперников в лице которых выступают примерно такие же человекоподобные роботы роботы различаются по классам по оснащению есть легкие средние тяжелые понятно что легкие более ловки и быстро бегают но их быстрее можно убить если в них попадаешь наоборот тяжелые battle мехвой подожди я уже забуду battle тех это вселенная мех вориор это мех точнее мех это машина вот это человекоподобный робот большие мехи они соответственно неуклюжие но если уж жахнут по тебе то мало не покажется и соответственно сами сами выдерживают большое количество попадания средние мехи соответственно ни то ни сё разнообразие оружия разнообразие радиусов то есть тактически реально battle тех великолепен вот тут только начинается проблема в том что он великолепен для тех кто смог продраться сквозь просто отвратительнейший интерфейс игры в нем настолько много всего не очевидного что возникает вопрос к создателям а играли ли они вообще в свою игру но здесь сделаю поправку вот например если сравнивать с той же шестой целый да то там очень много вещей вообще даже не показывается вы даже не сможете это нигде найти в battle техи же на самом деле куча статистики вам кучу всего показывают что происходит вы чтобы вам было легче выбирать оружие делать свои новые мехи но это найти надо это все так запрятана в интерфейсе что действительно теряешься первые несколько миссий в игре созданы как обучающие понятно что надо научить нас управлять мехом но у нас то и дело что учат только управлять и не рассказывают о радиусе оружия о том что вот это оружие навесное вот это ракеты вот это пули как они влияют на соперника где смотреть какой они урон наносят что вот это оружие лучше отключить что лучше зайти сбоку с тыла то есть нам преподают самые такие элементарные навыки управления которые и без этого обучения вменяемый человек поймет как делать а вот сложности которые дальше начинаются не объясняются игрой никак и человеку который не очень знаком с пошаговыми тактиками я считаю очень сложно будет разобраться том что в игре происходит вы можете даже посмотреть мои стримы как я делал очень банальные ошибки просто потому что в игре в какую-то там левом нижнем углу какая-то маленькая циферка показывает как повлияет тот ли иной выстрел или моё действие кроме того большие вопросы графики игра опять сделано на движке unity и это пожалуй недостаток для подобного проекта во первых что самое главное мехи не выглядят огромными человекоподобными роботами они выглядят как будто это моделька роботов среди игрушечных деревьев бегу то есть нету ощущение их массивность это по-моему самый большой удар по атмосфере игры но не ощущаешь их массивными что например было в том же экскоме когда там в первом даже экскоме когда с дополнением ввели такие мехи автоматически куда могли наши космодесантники или как их лучше назвать садится и вот их массивность ощущал здесь такого нету ощущение именно игрушечности этих мех даже несмотря на максимальные настройки графики при этом игра умудряется даже сейчас тормозить не выглядя при этом супер красивый то есть оптимизации в ней к сожалению нет кроме того побочные миссии начинают через некоторое время просто повторяться ты уже узнаешь то есть а это не миссии повторяются лучше так сказать а карты карты на которых проходят эти побочные миссии и ты уже начинаешь понимать ага откуда побегут сейчас мехи соперника что приблизительно делать откуда будут спавниться новые юниты ну то есть игра становится несколько монотонной при этом конечно сюжетные миссии ничего подобного не вызывают они оригинальные постоянно но по моему нету баланса среди мехов но опять же я вот честно признаюсь я не такой знаток тактических стратегий и не так вникал в возможности мехов но через некоторое время я просто перестал легкие мехи использовать вообще и в основном даже перешел на тяжелые все ну хотя может это зависит от моей тактики но у меня было полное ощущение что легкие мехи просто не сбалансированы для этой игры то есть они слишком ненужные тут некоторые механики в игре сделаны излишними но это вообще этим страдают многие последние проекты я не скажу что в какой-то стратегии вау я пользуюсь вообще всеми навыками и возможностями почему же я все-таки эту игру рекомендую хотя вот практически весь обзор рассказываю критику они потому что в ней интересно находиться мне интересно проходить эти миссии мне интересно летать по космосу в котором происходит событие компании интересно собирать новые мехи перебрасывать туда-сюда это оружие про пробовать новые мехи в деле начинаешь бережно относиться к своим солдатам которых ранили ли вы вообще могли убить ну в принципе как в экскоме и мне бы хотелось чтобы вот с battle техом произошло примерно то же что произошло со вторым экскомом после выхода дополнения war of the chosen потому что действительно второй экском меня разочаровал но когда вышло это дополнение которое оказалось очень кинематографичным и преобразила игру то несмотря на клюкву в кота который это дополнение привнесло в экском играть стало офигительно просто и вот battle тех действительно нуждается вот именно в таком дополнение в battle тех много моментов которые будут вас развлекать которые будут вас заставлять знаете вот это обычная для пошаговых стратегий сейчас сейчас еще один ход и пойду спать или сейчас сейчас еще одна миссии пойду спать тактически битвы здесь по моему намного круче чем во втором экскоме просто потому что здесь нету этих таймеров нету этих выскакивающих из засад по 3 пока инопланетян они сложнее и интереснее я смотрю что разработчики по моему на battle тех не забивают выпускают постоянно патчи правят ошибки и правят баланс что совершенно правильно есть еще и конечно сетевая составляющая но я признаюсь не играл я прошел только одиночную кампанию поэтому по поводу сетевой игры ничего не могу сказать для русскоязычных игроков есть плохая новость в игре до сих пор нету русского языка хотя разработчики обещали я еще на стриме это говорил что обещают через месяц сделать русский язык но прошло уже май июнь июль три месяца русского языка не видно и не слышно и кстати опять же русскоязычные ребята в своем репертуаре начали менять свои оценки battle тех у на негативное конечно несомненно это поможет разработчикам захотеть сделать вам русский язык несомненно кстати только вскользь упомянул о вооружении ваших battle техов но это тоже отдельная такая игра в игре например в отличие от x-com а где вы просто выбираете пушку получше вашим ребятам в battle техе экипировка очень важный элемент потому что вес ограничен и надо думать что побольше брони поставить или наоборот лишнюю пушку воткнуть какие какое ставить вооружение дальнобойные лазеры которые быстро перегреваются или баллистическое орудие которое меньше тепла потребляет но им нужны снаряды которые могут закончиться это опять же влияет на вес может наоборот поставить лазеры и тогда теплоотводы но тогда броню надо будет снять в общем вот это вот искать этот баланс тоже интересно кроме того заказы на тактические миссии не просто вами принимаются вам придется торговаться с заказчиками которые представляют вам различные условия хотите больше денег тогда трофейное барахло придется отдать заказчик хотите больше с поля боя унести тогда меньше денег вам заплатит ну и так далее к тому же именно в трофеях с поля боя вы собираете части новых мехов и собираете новые машины у себя хотел сказать в гараже вы конечно их можете купить и на рынке но они стоят очень больших денег а это один из способов дохода кстати собирать мехи и потом их продавать тут правда это немножко упрощено вы просто находите три детали и вот вам новый мех но хотя бы так еще можно высказать претензию по поводу мира которым вы находитесь то есть он не совсем то песочница которую ждешь от battle тех а вы периодически перелетаете из сектора в сектор следуя сюжету так вот если вас сюжет не зовет в новый сектор ту и лететь на самом деле туда бессмысленно и поэтому исследовать мир тут тоже нет необходимость вы там не получите что-то новое с другой стороны тактические битвы тут действительно шикарная и в минусы можно поставить только вот некоторую повторность уже в дальнейшем в игре и некоторое читерство опять же компьютера когда он себе подрисовывает лишние юниты или знаете в процессе битвы внезапно телепортируется еще качка юнитов когда вы считали что вы уже победили но это не так часто происходит чтобы вот реально раздражать на этом все игра занимательная не скажу что шедевр но для любителей xcom a battle тех а по моему must have я хоть и не любитель этой вселенной получил удовольствие играя другой стороны выглядит а конечно не казиста и имеет некоторые проблемы с интерфейсом но настоящему стратегу любителю пошаговых игр по моему такие проблемы по плечу ваше мнение жду в комментариях вы слышали алексея халецкого играйте в умные игры спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока